Глава 32 Вот, царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. Великое благодеяние Божие заключается в том, что Он воздвигает царя, праведно царствующего, и князей, судом властвующих. Праведным же Он называет не только того, кто лишил себя богатства, но того, кто все совершил со справедливостью. Царю и князьям свойственно почитать справедливость. Так как те, которые по своему могуществу сильны сохранять законы твердыми, сильны также нарушать правила. Иные же, разумеет, это о Христе. Вот царь праведного царился. Князья же, говорят они, суть апостолы, посказанного в псалме, поставил им князей по всей земле. И каждый из них будет, как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи. Как тень от высокой скалы, в земле жаждущие. Здесь пророк указывает на одержание побед во время языки. Бог затем дозволил возрасти ужасу и неприятелям славиться только словами, чтобы по совершению этих дел евреи вспоминали о чудесах и не делали даже малого зла. Несчастья, когда приближаются, тогда и вселяют страх, и кажутся ужасными, и как бы новыми. Когда же прекращаются, тогда считаются незначительными. А в них не остается и памяти. Видишь ли, что победа царя, языки и предвозвещенность здесь не тогда, когда исчез страх, и они забыли о чудесах. Чтобы этого не произошло, Бог продолжил страх и позволил, чтобы чудеса были явными. И явится, говорит Сионе, прежде Бог показал их нуждающимся в благодати, а потом даровал пользование ею. Стих 3. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать. Приявши благодать, они получили пользу для души. И сердце легкомысленный будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить. Ясно. И так ясно, что недостаточно слушать, а нужно еще понимать, что пользы в том, если разум не разумеет. Стих 5. Невежда уже не будут называть почтенным. А о коварном не скажут, что он честный. Таков помысл тех, которые неправильными словесами развращали смиренных. То есть таков совет злых, устремляющихся умом туда и сюда, что упортить и извращать слова на суде. Поистине, величайшая неправда заключается в том, чтобы вместо словесной помощи и милосердия портить и извращать их на суде. Помышления праведников останутся неподвижными. От них ничто не может быть отсечено или отнято. Так те три отрока положили себе не поклоняться изображению, и никто не мог изменить их мысли. Равным образом Павел положил себе не изменять проповеди, и ничто не могло поколебать его воле. Подобно тому, как то, что свойственно Богу есть неподвижно, так и свойственно и рабам его есть твердо. Никто не может изменять помышления их, которые они помышляют. Ни смерть, ни иное что, как говорит Павел, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни архангелы, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, не может нас отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Если добродетель так устойчиво и твердо, то напротив злонравия не стойко и не твердо. Кто был храбрее Навуходоносора, который владычествовал над всей вселенной, все покорил своей власти, которому не мог противостоять никто из князей и тиранов? А между тем какие-то юные мальчики переменили мысль царя страхом Божиим. Это именно означает тот камень, о котором говорится. «Всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, уподобится мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Жены богатые, восстаньте, услышьте голос мой». Хорошо сказал «восстаньте», потому что богатство повергает в великое разрушение. Почему? Он говорит «восстаньте от разрушения вашего и слушайтесь через надежды». Это значит «будьте расположены к слышанию». Что же они услышат? «Вся земля, говорит, извратится». Почему же пророк называет жен богатыми или, как говорят другие переводчики, счастливыми? И другой пророк употребил эти слова для обличения, говоря, говорящий господам своим, «подадите нам, чтобы мы пили», а мост в 47. Так как они именно весьма часто были причиной гибели мужей, то поэтому пророк призывает их к наказанию. Или же он называет женами государства, как ясно из последующего. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Дни летних память сотворят в болезни с надеждой. Когда они преданы будут мучителям, тогда вспомянут о радости праздничных дней, и это возбудит у них скорбь и опасения. Смысл всех этих и последующих слов один и тот же. Доколе найдет на вас дух от Вышнего, то есть посещение свыше, и почеет в пустыне суд, и правда в Кармиле вселицы. Гора Кармил находится близ страны израильской. Именем же горы пророк обозначает спасение и мир страны, подобно тому, как упоминая Ливан, и кедры его указывают на народ и страну. Все это совершилось с ними после возвращения. Почему, он и говорит, и уповающие будут до века. Здесь он обозначает не конец мира, но время спасения. Хотя во время Зарвавеля против них сражалось многое множество народов, однако они не могли причинить им никакого вреда. Потом, иным образом, и будет пустыня Хермель. В пустыне и городах, где совершаются побоище, всегда просветают бои, не отличаются между собою. Какая помощь от судей и судилищ там, где совершается всякое беззаконие. А после прекращения неправды, земля будет пользоваться миром. И будут сказаны дела правды в мире. Да и как может обретаться мир там, где ссора и состязания? Выслушай говорящего, дужа походствует на плоть. Если у нас воля находится в правде, то мы обитаем в ограде мира. И совсем не будет какой-либо причины состязания. Потому что как неправда бывает началом ссоры, так и с правды выходит мир. Не смотри на телесное угнетение, а на ту пользу, какая происходит из того угнетения. Часто ведь сражения и состязания бывают причиной мира. Подобно тому, как в то время, когда воины ведут сражения, города и народы пользуются миром. А когда по трусости отстают и не борются с неприятелем. Тогда мир исчезает. Так происходит и здесь. И одержит правда покой. Ничто не дает покоя душевного, ничто не успокаивает совести и не услаждает мысли, как только справедливость. Когда нет ничего, что бы причиняло мучение и возмущало ум. И уповающие будут до века. Правда не знает изменчивости времени. Равным образом человеческих затруднений. Всего этого рода вещи от ее лица отгоняются, пренебрегаются, презираются. Обитающие забродетели в лесах будут жить безопаснее, чем в городе. Напротив, предавшиеся неправым действиям хотя бы был окружен тысячу стен. Ничем не отличается от безоружного и незащищенного. Велико благо добродетель, сохраняемое со всяким попечением. Но великое зло грех, то есть предание себя растлению. Премудрость, говорится, поможет мудрому более десяти обладающих в ограде. Эквисиас 7.20. Оружие чувствуешь, премудрый. Притча 14.7. Обличемся же в эти доспехи. Нет ничего крепче этого вооружения, никогда не оставляющего нас безоружными и незащищенными. Какой вред принесла Яну наклонность к пустынничеству? Каким злодеям или разбойникам предал Бог пустынного человека? Какой вред принесла Ильи и гора кормил? Не были ли более подвержены страху укрепленные города, чем та гора? Нет ничего безопаснее добродетели, нет ничего безобразнее порока. На пути животные, говорится, не находят. Заблуждение же течения ее. И неблагоразумно. Тридче пять шесть. Что удивительного, если добродетельный человек не был обольщен коварством людей, когда он остался непреодолимым в то время, когда снисходили казни с неба. Точно так же и Христос указывает не на внутренние испытания, а на то, которое сходит с неба, когда говорит, пошел дождь, называя здесь дождем посылаемое с неба испытание. И разлились реки, как называют коварством сослужителей, и наперли на дом тот, и он не пал. Желаешь ли, чтобы я показал тебе такого человека, который, будучи подвержен сперва испытанию, потом кознем, не потерпел никакого ущерба, но остался непобедимым как для неба, так и для мира. Он говорит, Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и стало. А видел ли ты дождь, сходящий свыше? Вот он, в руке твоей. Смотри на кознь, происходящая от людей. Только скажи некое слово против Господа и умри. Но тот, Иов, не сказал ничего подобного. Не видел ли ты, что река ударяла в здание, и оно не пало? Оно было основано на камне страха Божия. Стих 20. Блаженны вы, сеющие при всех водах, и посылающие туда вола и осла. Ах, блаженны, что означает это слово? По толкованию некоторых им обозначено возвращающиеся. А мне кажется, что им обозначается нечто иное. Именно блаженны те, которые смягчают свои грубые души и предуготовляют возделанными для земного семени. Пророк не сказал, при всякой земле, но при всякой воде, не только ради того, что они сеют в сердце, но и ради того, что слагают жатву в житнице жизни. Продолжение следует...